Сегодня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. В октябре 1941 года, в ходе стремительного наступления, германские войска вплотную подошли к Москве, на оборону которой были брошены последние резервы Красной Армии. Советским командованием организовывались оборонительные рубежи. Жителями подмосковных городов в спешном порядке рылись окопы и траншеи, ставились противотанковые и противопехотные заграждения. Готовясь к отступлению, советские военные минировали и взрывали стратегически важные объекты – мосты, шахты, плотины, железные дороги. Несмотря на упорное сопротивление, немецким частям удалось рассечь советские войска, в результате чего в окружении попало более 600 тысяч советских солдат. В тылу врага были сформированы партизанские отряды, которые, пытаясь прорваться к нашим войскам, наносили немцам существенный ущерб. Давай, давай туда! Сюда! Сюда, сиди! Ниже крепи! Немцы! Там немцы! В ход справа они! Товарищ военный инженер, товарищ военный инженер, там немцы! Где? Да, на том берегу, уже совсем рядом. Кто? Немцы! 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 Вы закончили? Они только успели разгрузиться. Где взрывчатка? Вон наверху. Я сказал всем сховаться. Не иначе разведка. Может они увидят, что палатинцы лёхонько и уедут? Тогда, считайте, повезло. А если не уедут? Может, на их того? Отанкетку гранатами? Так они нас на бросок-то и подпустили. Вон, всё как на ладони. Передайте всем, в бой не вступать, сидеть тихо. Если это разведка, то, скорее всего, пойдут дальше. Есть. Ну вот и ладненько. Слушай мою команду! Понеприятелю огонь! Давай-ли-ли-ли-ли-ли! Давай-ли-ли-ли-ли! Подпишись за месты! Там. Так, это будет. Выходи, братва! Собрать оружие! Собирай все! Ну что, лейтенант, без вас могли и не справиться! Что вы себе позволяете, старшина? Какие все наглаженные! Да что ж такое? Доложите по форме! Я расстреляю, чертовой мать! Отставить! Виноват! Головной убор потерял в бою! Разрешите обратиться, товарищ лейтенант! Разрешаю! Старшина Стрельченко, исполняющий обязанности командира 18-го пехотного полка! Офицеры! Погибли офицеры! Я за старшего! Восьмые сутки пробиваемся к своим! Знамя сохранил! Эти трое прибились по дороге! Сколько из вашего полка? Пятеро! Пятеро! Все, что осталось! Вольно! Есть вольно! Аппарации одна по одному! Держаться, держаться! И так двое суток! От полка меньше роты осталось! Я единственный из командиров! И тут приказ отходить! А куда отходить? Немцы ниже по реке переправу наладили, зашли в тыл! В общем, кто прорвался, все со мной! Да уж! Досталось вам! А у меня вот приказ взорвать плотину и отходить! Наша линия обороны в километрах пятнадцати отсюда! Значит, перекур отменяется! Если это была разведка, значит основные силы где-то неподалеку! Мы с бойцами поможем с минированием и займем оборону! Пока вы не закончите! Хорошо! Главное успеть заряды заложить! А остальное ерунда! Если немцы, позволь! Главное успехи! Стёжкин! Тащите катушку на холм! Есть, товарищ военный инженер! Вот ты черт! Семья? Да! Жена Вера! Сын Андрей! Двадцать второго июня как раз год исполнился! Богатырь и жена красавица! Ну, долго окучил? Три года без малого! Серьезная бабочка! Можно и так сказать! Я, когда ее в первый раз увидел… Ложись! Легкий, сука, бьет! Латину, чтоб не повредить! Зацепило? Да вроде нет! Откуда бьют? А вон из того леса! Пригнись! Надо взрывать! Приходьте! Пару минуты! Отходите! За вново! Готов, товарищ военный! Крошка! Крошка! Стойкин! Неда! Живой! Россия! Расскажем! Егор! Бойцы! Слушай мою команду! Отходим, вашу мать! Давайте! Давайте еще немного! Ты почему мать твою не взрываешь? Врово перемело! Ну, прикрой! Как дайду обрыв, дам знать! Давай! Давай! Рви, лейтенант! Рви, твою мать! Ну! Рви! Рви, лleri На голову! Рви, лейтенант! Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, она приходит в себя. Где я? В госпитале. А что случилось? Водитель вас привез около часа назад. Признавайтесь, сколько не спали, только часа. Четверо суток. Глубокий обморок в результате сильного переутомления. Вера! Господи Боже, слава Богу, жива. И тут черт еще про тебя докладывают. Джихаревым ты даешь. Простите, вы кто? Здесь Горин. Первый секретарь райкома комсомола. А она второй. Мой первый зам. В таком случае вам должно быть стыдно, что вы доводите сотрудников до такого состояния. Ну, шутка ли четверо суток без сна? Ну, неужели нельзя подменить человека? Ну, женщину все-таки. Доктор, я сама виновата. Тем не менее, я настоятельно рекомендую хотя бы пару дней отдохнуть. И элементарно выспаться. Вот и товарищ секретарь тоже. Да, да. Считай, это приказ. Сейчас везу тебя домой двое суток, чтоб духа твоего в райком не было. Поняла? Ты не вот что скажи, что там с укрепрайону. Успеваем к сроку или еще где подкинуть? А смысл? Инструментов так на всех не хватает. А голыми руками много не накопаешь. Ну, по поводу инструмента я к утру распоряжусь. Будут. А двое суток поспать дашь? Да, размечтался. За десять часов может дрыхнуть смело. Что дома, скажи мне? Борис пишет? Две недели не писал. Ну, может, времени нет. Немец вон как прет. Да. Вчера его денежное пособие получил. Знаешь, в списках погибших не числится. Ну, поехали. Я смотрю, вы уже начинаете привыкать к нашим беседам. Я так понимаю, со мной уже все ясно. Показания мои подтвердить некому. Так что хватит меня мариновать и давайте в штраф баты дело с концу. Не слишком непросто. А что если документы погибших командиров и знамя полка вам вручило немецкое командование? Ну, чтоб вы пристали перед нами как герой. А? Сапог снимите. Сядьте и делайте, что говорят. Сядьте. И делайте, что говорят. Немцы для своих диверсантов научились отлично сапоги шить. Не отличить от наших. Только вот с гвоздиками промашка вышла. Не ржавеют. Зараза. В отличие от наших. И все-таки самонадеянный вы человек, товарищ Стриченко. И дерзкий. Насочиняли себе про нас черт знает что и в позу. А между тем мы сделали запрос нашим смежникам. И они сообщили, что двое ваших сослуживцев вышли на других участках фронта. Их показания полностью совпадают с вашими. Более того, за организацию обороны железнодорожной станции Выпря вас представили к правительственной награде. Ну и последнее. Вас рекомендовали для прохождения дальнейшей службы спецшколы НКВД. И, как говорится, все это могло быть вашим, если бы не одно но. Почему Вы не сообщили о Вашей встрече с военным инженером Жихаревым? Про плотину невзорванную. Вы огораживаете? Или пытаетесь скрыть свою вину? Вот, что пишут ваши сослуживцы. Петр Стрельченко устранил неисправность. Однако военный инженер Жихарев подрыв плотины так не произвел. Если б подорвал, мы бы сейчас не разговаривали. То есть вас пожалел? Или у него была другая, более веская причина? Например? Ну, например, преступный умысел с целью сдать врагу важный стратегический объект. Как Вам такой вариант? Гипотетический? Ну, если гипотетически… Сомнения. Им нет места на фронте. Только факты имеют значение. Ну, а интерпретировать будут там, наверху. Ясно? Так точно, товарищ капитан. Ну, а в таком случае… Вот Вам бумага. Карантаж. Товарищ Стрельченко, вступайте и перепишите Ваши показания. И пишите не то, что видели, а то, что было. Ну, а дальше все остальное решать не Вам. А когда закончите, получите направление, прописанные документы. Ну, и так далее. Слушай, не слушай. Хорошо. Да гидрит. Копать колотить. Ну, ты там, э! Понежнее давай, не дрова везешь. Спирт не переводи. Давай, давай. Ну, что, как говорится, дай Бог не последний, а последний не дай Бог. До дна. Вперед. Куда я под колеса? А ты чего девка ошалела, что ли? Девки на заваленке, а я второй секретарь горкома. Товарищ красноармейцы, нам понадобится Ваша машина для перевозки раненых. Прятай аптита. Неси! Пошел, пошел. Помогайте. Пошел, пошел, пошел. Помогите мне, пожалуйста. Мне помогите, пожалуйста, залезть. Спасибо. Семья? Жена Вера, сын Андрей. 22 июня как раз год исполнился. Богатырь и жена красавица. Соня, все в порядке? Поехали! Оставь ты лошадь в покое. Оставь ты лошадь в покое. Аккуратно, аккуратно. Вот сюда, давайте, давайте. Спасибо вам, товарищ. Еще раз извините. Да ничего страшного. Все хорошо. А как ранены? Нормально, вы меня простите, мне идти надо. Тут такое дело. Нам командованию нужно доложить, по какому поводу мы задержались в планете. Я поняла, если сейчас... Товарищ Егоров, товарищ... Стрельченко, Петр. Держите. Если не поверят, то пусть звонят в райкон комсомола. Я все объясню. Держите, если не поверят, то пусть звонят в райкон комсомола. Держите. Мам. Добрый вечер. Скорее уж ночи. Мама. Ну? Ну я ж просила. Кучка преступников и негодяев позорит свой народ. При чем тут Гюлте? Есть будешь? Угу. Как он? Ждал тебя, конечно, но постепенно привыкает. Спасибо. Надея. Спасибо. К육 не будет. cillор Таким образом, согласно директиве номер 148 от 29 июня 1941 года по усилению борьбы с уголовной преступностью, дезертирством и мародерством, патрулю проявлять максимальную бдительность. Особое внимание уделять объектам торговли и финансово-хозяйственного назначения. При выявлении правонарушений проявлять самые жесткие меры по их пресечению. При малейшем сопротивлении оружие применять без предупреждения. Все ясно? Так точно. Для усиления каждому патрулю будет придан боец оперативно-комсомольского отряда, который почему-то опаздывает. Гражданский патруль плохая примета, товарищ капитан. Толку никакого, а в случае что еще отвечать за них? Товарищ капитан, командир оперативно-комсомольского отряда Жихарева. Почему опаздываете? Объявляю вам выговор. Хорошо. Не хорошо, а есть, товарищ Жихарева. Есть выговор, товарищ капитан. Встать в строй. Инструктаж проведет старший патруля во время маршрута. Все, кто не получил оружие, следовать за мной. Остальным приступить к службе. Разойтись! Мало того, что гражданский, так еще и баба. Опять вы? Опять я. В Москву пошли. Ничего, там им устроили теплый прием. На нашу Куряп-район иногда по несколько налетов было. А у вас осколочная? Шальная. Если не хотите, вы можете не рассказывать. Да тут и рассказывать нечего. Мы должны были ее плотину подорвать. А тут немцы. Пришлось ступить в бой. И как назло, взрывом провод перебил. Я пополз. Обрыв нашел уже в самой плотины. Скрипел провода. Кричу нашему инженеру. Рви, а он смотрит на меня. И дальше взрывок. Граната взорвалась. Ну, а потом что? А потом я очнулся, кругом немцы. Не знаю, почему не заметили. Наверное, подумали, что я мертв. До полского, как до воды. А там дальше в плоти. А инженер? А почему вы спрашиваете? У меня муж в инженерных войсках. Я о всех инженерах переживаю. Вера, я, наверное, должен вам сказать. Видите? Вроде фонариком подсвечивает кто. А что там? Это пёс его знает. Вроде склад какой-то. Это магазин. Товарищ Жихарева. А? Бегом к ближайшему телефону. Диденко за мной. Ну, приятного аппетита. Товарищ Жихарева. Да-то уж, пацаны. Да вы шо ж творите-то, а? Вы шо, не знаете, шо за такое полагается без суда и следствия? Нам сказали, все равно, скоро немцы придут. А кто сказал? Да, а ну-ка, а ну-ка, давай на выход. Давай на выход. И давай. И смотри, стреляй без предупреждения. Руки. Стоять! Все, финиш. Прибежать. Да брось, вояк. Но ты же не легавый. Давай разойдемся краями. По-доброму. Так и я о том же. Мордой вниз и тише воды ниже травы. Ну, смотри. Сам нарвался. Сука, порву! Я его убила? Живой. Я думал, уже все. А ну, где? Ну, как ты, сержант? Да, жив. А шо у вас? Один готов. Этот вон живой, сволочь. Надо до трибунала. А что с этим-то делать будем? И там разбираться не будут, кто меня пырнул. Как вас угораздило с бандитами связаться? Они же вас, как овец, но обои вперед себя поставили. Простите, пожалуйста, мы больше не будем. Честное слово. Комсомольцы? Ваше счастье. Другой разговор был бы. Пустите их. Расстреляют же дураков. А если этот взболтнет? Скажем, что не догнали. А вы завтра, в десять часов, чтоб были около райком Комсомола, поедете укрепрайон строить. И не смейте увильнуть, я вас запомнила. Ну, че стои? Бегом марши, чтоб пятки сверкали. Ну, еще быстрей! Бегом! Двое за мной! Иди, помоги! Есть! Тяжелый гад! Давай, до Волкова! Куда взяли? Бронитанты! Ну, вот и отписались. Мне кажется, по поводу сбежавших нам не очень поверен. Зато мы три жизни спасли. Доброе. Четыре. Если бы не вы, то у меня, наверное, никого. Так, каждый поступил. Не скажите. Я пойду. А можно я вас провожу? Как хотите. А вы двойные кем работали? Да шиферил понемного. А знаете, что Петр означает камень? Ну, как ты не задумался? Напрасно. Хорошее имя. Значит, крепкий. Не прошибешь. Такие сейчас нужны. Моего мужа, например, Борис зовут. Значит, Борец. Он, когда на последнем курсе учился, его поставили бригадиром на прокладку высоковольтной линии. А там по линии деревья росли. И на одном дереве он увидел гнездо. А там птицы. И он наотрез отказался рубить. Вроде приказ, обязан. А он отказался. Борец. Очень зябко. Зато красиво. Это красиво? Я сейчас вам покажу, где красиво. Идемте. Это наше место. Я сюда прихожу, когда уж совсем не в мугаду. Как будто и войны нет. Душевно. Говорит Москва. Новости последнего часа. В течение ночи наши войска продолжали вести бои на всем фронте. Особенно ожесточенные бои шли на западном фронте. Близко родов Неберла, Голицына, Олимповов. Вероловное военное нападение китлеровской Германии на нашу... Это уничтожить? Это на погрузку. Это уничтожить? А учетный архив куда? Сейчас Горин приедет. Это на погрузку он решит. Вера, пойди сюда. Тут учетный архив, его куда? Все, туда бросай. Это на погрузку. Что-то случилось? Да, случилось. Только что мне это вручил полномочный особого отдела НКВД. Борис сдался в плен. Я в это не верю. К сожалению, это установленный факт. Показание свидетелей на второй странице. Особистый хотел с тобой поговорить. Я сказал, ты будешь только вечером. Зачем? Мне нечего скрывать. Ты что, не понимаешь? Чем это грозит? Забыла, что ли, приказ 270? Об ответственности за значу в плен. А если он был без сознания, когда его немцы взяли? Такое тоже может быть. Да все может быть. Только... Я могу что-то для тебя сделать? Мне надо отправить мать и сына. Хорошо. До вечера успеют собраться. Можно меня еще раз глянуть? Можно меня еще раз глянуть. Левый, левый, шире шаг. Левый. Раз, два, три, шире шаг. Не растягивайся. Вера, я. Вера, ну подожди, ты куда жулинул? Вера, я должен вам сказать... Все, что я должна знать, я уже знаю. Боюсь, что ничего нового вы мне не скажете. Всего доброго. Поедешь с бабушкой на грузовике, путешествую. Да? Потом на поезде. Это наш грузовик. Чужой грузовик. Не наш. Но зато грузовик. Да, а там ты пойдешь в садик. У тебя будут новые друзья. Туда мы сейчас пойдем. А там много грузовиков. Много грузовиков, да. А, ну нам нужен один с тобой. Зеленый. О, видишь там? Видел. Зеленый. Зеленый, да. Смотри, мы уже пришли. У тебя такая игрушка есть. Так. Сейчас. Бабыч, ты теперь за главную. Да? Будешь следить за бабушкой. Да? А я скоро приеду. Хорошко. Так. Мама. Я вас очень люблю. Я скоро приеду. Я люблю тебя. Все будет хорошо. Слава, не могу. Я люблю тебя. Слава, не могу. Слава, не могу. Поехали! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В течение ближайших трех часов все граждане должны явиться в комендатуру для постановки на учет. Тем, кто сообщит новому правительству сведения об оставшихся в городе партийных активистах, коммунистах, комсомольцах и членах их семей, будут обеспечены дополнительные преференции. Сведения о вышеупомянутых лицах вы можете сообщить в письменной или устной форме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиди вперед,ài торжея Готово спуститься,гарольте! Багово спуститься Готово! Готово спуститься Багово чтоб то было Готово Тихо, тихо, тихо. Опять вы? Что, сдадите? Зачем вы меня сюда притащили? На рассвете мы вас увидим из города. То есть вы? Спасибо. Спасибо. А мешок зачем на голову надели? Никто не должен знать, где это место. А если вас поймают, вам же легче будет. Вы ведь и правда не знаете. Вам тоже спасибо. Если б тогда вы нас не отпустили, значит теперь ему вращайтесь. Дальше я сама. Удачи вам, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вам тоже удачи. Спасибо. Удачи! 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 Продолжение следует... 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 Похоже на ворзянку. Просят подать знак, если мы их поднимаем. Как думаешь, кто это? Окруженцы. Да какая разница? Главное, что наши. Они будут прорваться через плотину с той стороны. Нужно помочь им. Ну как? Нужно захватить пост на этой стороне. Вот он. Нужно попробовать. То, если очень быстро. Наших бы как-то предупредить. Не надо. Когда мы начнем, у них не будет выбора. Да. Это знак. Ты че? Ты че? ПОДПИШИСЬ! Брат, два, делай, как я! Вперёд! Огонь! Кто есть тут? В рейтинге, в лампе! Заходи! Вот тут! Вперёд! ПОДПИШИСЬ! 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 Бич Монтакоев, линкор «Марад», Балтийский флот. Этенант Симкис, 41-й истребительный авиаполк. Я так понимаю, товарищ полковник, вы главный? Правильно понимаете. Все подробности потом. Юровский! Здесь! Собрать оружие и документы! Есть! Так! Отряд, слушай мою команду! Собрать оружие и документы! Стройца! Рацию нашли. Вроде работает. Отлично. Ну, здесь я с собой. Связь нам нужна. Слушаюсь. Товарищи, за помощь спасибо. Все вновь прибывшие будут зачислены в отряд. Селиванов! Я! За пулемет и объявляю благодарность! Служу Советскому Союзу! Отряд! Слушай мою команду! Далее! О! Давай команду, уходим. Шагом! Марш! Вера, ну как вы? Не замерзли? Нет, ничего. Так нормально. Я бы хотела… Бегу. Я все понимаю. Давайте потом. Догоняйте отряд. Давайте! Бегом, бегом, бегом! Есть! Быстрее! Ну, вот как-то так. Внимание всем! Через три минуты будем на месте. Высадка не в центре сигнальных костров, а не менее одного километра справа. Старайтесь держать пучность. До тех пор, как бы не соберемся вместе, всегда за костров не выходить. Все ясно? Готовь! Мудришь ты, командир! Пережу, а вам Бог бережу! Пошли! Пошли! Тихо, Зои! Где остальные? Не знаю. Я никого не видел. Я это, парашют с дерева снять не смог. Ничего, в другой раз снимем. Егоров где? Да куда я денусь? Там, знаете, в темпе вальца. Значит, еще двое. Это на север. С полдверсты отсюда. Так, колонна по одному. Гальский со мной. Егоров, замыкающий. Есть. Понеслась, товарищи. Давай. Давай сюда. Что у вас? У Бушуева нога сломана, а шкось торчит. Я повязку наложил, но сам он идти не сможет. Значит так, взяли, понесли. Давай, давай, давай! Давай, мужики, скорей. Ну, шевелите помидорами. Давай, мужики. Чихо, чихо, чихо! Утро, чихо! Утро, чихо. Утро, чихо! Утро, чихо! Огонь! Гальский, за мной! Егоров, прикрой! Встречаются точки 3! Понял! Уберите! Давай, давай! Встреча! Встреча! Первый, второй! Вперед! Вперед! Встреча! Встреча! Я не могу! Вперед! 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 Ну, а под конец побывки началась война. Но я, соответственно, в ближайшую часть. С ними я и принял первый бой. Он же и последний. У нас закончились боеприпасом, пошли в контратаку. Там меня и приложили. Оказался уже в плену у немцев. В рабочую группу на плотину сами напросились или заставили? Ну, что греха ты эти. Сами пошел. Ну, потому что тот тип, который нас на работу принимал, он обещал хорошую кормежку. Ну, вот я подумал, подкормлюсь немножко и деру дам. А тут и вы появились. А тот, кто вас набирал, ты из немцев? Ну, в том-то и дело, что наш он, судя по речи, из офицеров. Кажется, инженер он. Фамилия как? Откуда же я знаю? Немцы его называли гер-инженер. И мы его так же называли. Я даже как-то к нему хотел подкатить по поводу побега. Но потом понял, что он не за страх, а за совесть у них служит. А это в чем выражалось? Ну, уж больно уважительно они к нему относились. Он на плотину с охраной приезжал, с личной. Часто? Бывало через день, а бывало и по два раза в день. Риддит указания даст, я отчаливаю. Напишите его. Лет тридцати, среднего роста, худощавый. Дурю нет, видно он такой. Может, у него какие-то особые приметы есть? Шрамы, родинки, наколки? Есть такое. На левом запястье у него шрам был. Да, точно. Точно. Шрам был. Извините. Ну, что ж, я поздравляю вас. Вы не приняты в отряд. Служу в Советском Союзе. Это ваш муж, я правильно понимаю? Пойду туда прямо сейчас. Я должна сама убедиться. Глупо. Мы далеко отошли. Километров двадцати. Да и ночь на дворе. И мне все равно. Пока я сама не увижу, я не поверю. Понимаю, понимаю. Нет. Вы не понимаете. Да нет. Может, как раз я именно и понимаю. Разные в жизни ситуации бывают. Я в тридцать восьмом срок получил. Правда, в сорок первом реабилитировали. В общем, повезло. Ну, что? Да... Длинная история. А вот сейчас там, за линией фронта, думают, что, может, мы в плен попали. Может, стали предателями. У меня в оранжевом семье. Жена, сын, дочка. А связи нет никакой. За линией фронта нам пока не перебраться. Что нам делать? Пока здесь останемся, будем сил набираться. Попробуем наладить с нашими связь. Ну, и бить фашистов. Как-то так. А по поводу проверки вашего... Удобряю. То есть, я прям завтра могу туда пойти с утра? Я вам двух бойцов дам. Так безопаснее будет. Спасибо, товарищ командир. Вы можете называть меня Юрий Петрович. Нет. Вы командир, я ваш боец. Давайте соблюдать субординацию. Да? А вы уже боец нашего отряда? Не видел заявления? Ну, я могу написать. Да не стоит бумагу марать. Достаточно будет усного. Слушаю. Товарищ полковник, прошу принять меня в отряд. В качестве бойца. Клянусь служить и бить фашиста. Не жалей ни сил, ни жизни. Ну, что ж, убедительно. Считайте, что ваше заявление одобрено. Были приняты бойцы нашего отряда. Ну, а раз так, то слушай боевой приказ. Все переживания отставить. Привести себя в порядок. И можешь отдыхать. Слушаюсь, товарищ командир. Что ж, может она нам и пригодится. Кто знает. Где остальные? Только мы ушли. Да и то, если бы не Кузьмак. Что думаешь, командир? Думаю, ждали нас здесь. Да это понятно. А дальше что? Ну, все умеет. Уходить надо из этого района. Гарский, за мной. Егоров, замыкающий. Пошли. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, гриб? У нас в фергане нет гриб, значит, слова такое нет. Что у вас есть в вашей фергане? Ага. Яблок есть. Урюк есть. Дыня есть. Виноград есть. Арбуз есть. Арбуз, эко небеды. У нас на юге этого добра навалом. А арбузы у нас такие, что в них жить можно. И врешь, такой арбуз не бывает. Какой арбуз? Темнота-то не русская. Арбуз, говорю, тыква, значит. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет хлеб? Нон. Слушай, Максудов, а как по-вашему будет площадь? Майдон. О, Майдон. Майдон, по-нашему. Значит, прав был наш политрук, что все языки от одного происходят. От какого только не успел сказать. Погиб. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, пулемет? Шайтан мультуг! Отстань, Селивана, много болтаешь! Да чего не поболтать-то? За хорошей беседой и время быстрее бежит, и дорога короче кажется. Тихо! О, слышишь? Это что такое? Штраус. Сказки венского леса. Нет. Каша. Пшонная. Со шкварками. Уходить надо. Давай. Туда. Туда. Нет. Туда. 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 Какого выражения тут надо? Некогда выяснять. Надо доложить. А может, у них того. Пощекучен слегка. Совсем дурак, да? Еще немцы могут быть поблизости. Тихо. 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 Стихо. Тихо. Тихо, я пролома. И все-таки, господа, мне кажется, что из всех тех мест, которые мы успели осмотреть, вот это самое подходящее для аэродрома. Теперь, refer percent... Боюсь, я мало понимаю в строительстве аэродромов. Зато оба лейтенант Кемпке в этом прекрасно понимают. У удобства расположения и близости к инфраструктуре у меня возражений нет. Но есть один нюанс, господин штурманфюрер. Какой же? Плотина. До нее около пяти километров отсюда. А русло реки проходит примерно в пятистах метрах отсюда, вот там, за лесом. Плюс отрицательный рельеф относительно уровня поверхности воды. В общем, в случае гидротехнического прорыва будут неприятности. Что значит неприятности? Я думаю, что об этом лучше спросить у специалиста. Ну, в худшем случае, волнопаводка будет здесь через 20 минут. И какие могут быть последствия? На этом месте образуется небольшое озеро. А почему может быть такой прорыв? Кто знает, землетрясение, ураган, падение метеорита, например. Или диверсия. А, понимаю. Вы об этом инциденте два дня назад. Я могу вас уверить, такое больше никогда не повторится. Охрана плотина значительно усилена. К тому же я уверен, что это была случайная группа русских, которые выходили из окружения. Они ведь даже не пытались повредить объект. Что ж, мое дело предупредить. Да, вы это сделали. И мы это обязательно учтем. И, несмотря на это, я настаиваю на том, что аэродром будет именно на этом месте. И 20 минут, между прочим, вполне достаточный срок, чтобы самолеты успели подняться в воздух. Вам виднее? Да. Товарищи, еще недавно мы были окруженцами с боями, пробивающимися к линии фронта. А сейчас мы партизанский отряд. Самостоятельная боевая единица. А раз так, то мы клянемся исполнить свой священный долг перед нашей Родиной. Клянемся бить фашистских гадов за слезы наших детей, за боли и страдания наших матерей. До тех пор, пока не внесем наше боевое знамя в их поганое логово. Клянемся! 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 Легкой победы я вам не обещаю. Будет много крови, пота и боли. И каждый доживет до этого светлого часа. Но победа будет за нами, и враг будет разбит! Это я вам обещаю! Товарищ полковник. Встреча! Слушай боевой приказ. Борису Жихареву, добровольно сдавшемуся в плен, верой и правдой, служащему фашистским захватчикам, вынести смертный приговор! Если сдавшийся враг еще может рассчитывать на наше помилование, то предателя Родины нет! Приказ привести в исполнение. Командир отряда, полковник Налетов. Вольно. Можете разойтись. Суть по тому, что принимающая сторона тоже не выходит на связь. Что-то произошло. По всей видимости, провал. Ну, то есть, по-твоему, на этой группе можно ставить крест? Я бы не торопился с выводами. Ишь ты, не торопился бы он с выводами. Давай, готовь вторую группу. И с этим бы я тоже не спешил. Уверен, немцы их ждут. Что ты предлагаешь? Я предлагаю еще подождать. Перед вылетом Стрельченко предложил высадиться не на сигнальной костры, а чуть в стороне. На всякий случай. Я дал добро. Угу. Думаешь, кто-то из них мог уцелеть? Почему кто-то? Могли и все. Тогда почему они не выходят на связь? Если кому-то удалось выжить, первое, что он должен сделать, это уйти как можно дальше из зоны пеленга местных станций радиоперехвата. А это, по крайней мере, 80-90 километров. Ну да, это понятно. Тем более, если учесть, что пойдут они не по прямой, а петляя, встряхивая возможную погоню, то умножай на двор. Так точно. В лучшем случае двое суток. Которые уже истекли. Но ведь на месте им тоже нужно как-то осмотреться, выяснить обстановку. Да и с рацией могут быть проблемы. Ну, короче, что наверх будем докладывать? Сколько еще ждать? Я думаю, трое суток, не меньше. Потом будем готовить вторую группу. А это еще два дня. Да. Ладно, считай, пять суток у тебя есть. Я пока запрошу данные разведки по этому и прилегающему району. Может, что и выяснится. Давай пока с тобой попытаемся понять, где они могут выйти на связь. Если, конечно, уцелели. Посмотрите. Вот здесь плотина. Ну, что ж, неплохо. Неплохо. Я могу из большей дистанции. Я когда на Ворошиловского стрелка сдавала, с 25 метров 92 очка выбила. Ну, тогда были идеальные условия. Никто и ничто вам не мешало. Когда дойдет до дела, будет совсем все по-другому. Давайте попробуем еще раз. Это самое меньшее, что может с вами произойти. Значит, буду стрелять в упор. А вы когда-нибудь человека стреляли? Сейчас вы скажете, что мне нужно будет стрелять не просто человека, а отца своего ребенка. Но для меня это вопрос принципиальный. Это должна сделать я, поэтому прошу закрыть эту тему. Я вас не буду договаривать. Я дам вам двух бойцов. Один будет ждать в условном месте, другой пойдет с вами. А сейчас идите отдыхать. Есть. Солодовников! Я! Товарищ полковник! Вы, кажется, местный? Да не далече из Нелидовья. Когда шафирил до войны, то в эти края частенько катался. Пойдете с Верой. Будьте осторожны. Действовать будете по обстановке. Вам все ясно? Так точно. Идите. Есть. Не он? Нас чего-то вообще взяла, чтобы тут искать надо. Если он у немцев по технической части, может постоянно в разъездах быть. А свою работу он должен докладывать. А комендатура здесь, значит, начальство. Тоже верно. Ну, а если нынче не появится? Завтра придем. Без документов много не находишься, патрулей вокруг. Да и стемнеет скоро. А ведь они наверняка и комендантский час ввели. Значит, здесь переночуем. Этот, что ли? Да, это он. Командир, когда на связи-то выходить будет, то на таких харчак долго не протянем. Через два дня. Угу. Нас наоборот уже похоронили и наградили по смерти. А за что наградили? Тоже верно. Значит, просто похоронили. С завтрашнего дня начнем обследовать окрестность. За мной. Делаем, как уговорились. Ты стреляешь, я страхую. И не вздумай с ним лясо точить. Подошла, пальну, выходу. Понятно? Да не здесь ты чего. А мне все равно? А мне нет. Главное местечко найти потише. Тогда шансов будет уйти больше. Прости. У меня что-то нервы совсем не к черту. Господин Жихарев! Опять пешком с секретными документами? Подойдите-ка сюда. Отдайте мне ваш портфель. Солдат! Проводите этого человека. Поехали! Пойдем. Подержи. Интересно, что за богадельня? Костинец. Откуда знаешь? В немецкой школе учила. И охрану что надо. На рапу тут не проскочишь. Вы идете на биржу труда. Устраиваетесь в эту контору, которая поставляет женщин для развлечений. Там работают одни беженки, поэтому с трудоустройством не будет проблем. У тебя какую-то проверку надо будет пройти. Издевайтесь. КОНЕЦ Затем вам выдадут документ, с помощью которого вы беспрепятственно попадете в гостиницу. Вам обязательно нужно попасть в 28-й номер. Оттуда вы перелезете по карнизу в 29-й. Это номер Бориса. В общем, как-то так. КОНЕЦ Время работы стройко ограничено. С 18.30 до 22. Сначала нужно будет обезвредить человека, в номер которого вы попадете. Если добавить в алкоголь, минут через 10 наступает что-то вроде обморок. Затем нужно пройти в его номер. В номер нужно попасть до 19-ти 00. В это время он выходит из комендатуры. Номер можно пройти через балкон. Здесь по карнизу. Да. Самое главное. Если что-то пойдет не так, лучше прекратить операцию. Главное это выйти из дома. Там вас встретит группа прикрытия. Ох, че и будут сегодня дела. Ишь, сколько понагнали. Простите, в каком смысле? Новенькая? Ну, готовься. Будет тебе домок от папироски. Ничего, лиха беда начала. Распределяют, кто кому достанется. Чтоб никто ни с кем не сошелся. Каждый раз к разному отправляют. Ну, Исюм, дуреха. Кто в коне пошел, тот в воду вози. Ну, перетерпишь, в конце концов, как-нибудь. Не могу. Честное слово, не могу. Что случилось? Двадцать восьмой досталось. Да там гад один живет. Немцы его почти зрячий хвостят, а он вот теперь. На нас отыгрывается. Сволочь одним словом. Тебя как зовут? Зоя. Что? Тебе это Вера. А я Зоя. Идет? Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, что там? Сейчас наши начнут. Значит так, повторяю еще раз. Работаем только холодным оружием. Ясно? Стоять! Прошу старшего офицера, без оружия, подойти ко мне. Майор Мюллер, 203-я охранная дивизия. Мы преследовали группу русских диверсантов. Гауптман Вебер, прошу показать мне ваши документы, господин майор. И как давно вы видели диверсантов? Последний контакт был вчера вечером. Потом им удалось оторваться. Чем я могу вам помочь, господин майор? Мне срочно нужна связь, господин Гауптман. К тому же вполне возможно, что нужный им объект находится где-то здесь. Неужели? Да. Прошу за мной, господин майор. Но ваши люди пусть пока подождут здесь. Хорошо. Установи прямую связь со штабом. Срочно! Я прошу вашего внимания. Пока что. Доблестные солдаты германской армии. Только что я получил важное сообщение для нас всех. Сегодня утром, после продолжительной болезни, умер рейхсканцлер Великой Германии Адольф Гитлер. В связи с этим трагическим событием, на всей территории Третьего Рейха объявляется трехдневный трауп. Прошу вас, солдаты. Прошу вас, солдаты. Прошу вас, солдаты. Прошу вас, солдаты. Прошу вас! Прошу вас! Пол Это, запах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Это была граната. Жизнь. Вы успели скрыться за стеной. И это спасло вам жизнь. Сколько я был без сознания? Примерно три часа. Покиньте помещение. А что с плотиной? Ничего. Соедините меня. Так точно. Соединяйте уже скорей. Держи, держи. Перенимать. Быстрее, быстрее. Держи, держи. Давай, держи. Давай, держи. Вот здесь, держи. Опускай. Еще, еще. Осторожно, осторожно, осторожно. Тихуй. Живее, живее. Давай, держи. Давай, принимай. Осторожно. Ну, что, за два часа успеем? Не волнуйтесь, все давно обработано. Надо бы бойцов переодеть в немецкую форму. На случай непрошенных гостей. Это мысль. Юровский. Давай, отпускай, отпускай. Возьми двух бойцов, пускай переоденутся в немецкую форму и мы займут оборону на въезде. Давай, 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 давай. Вперед. Впочи наверх. Должь принимай. Еще один, извести. Опускай еще. Вот на ту сторону. Давай, двое еще немного. Давай на ту. Вперед. Зря они с ним так. Давай, пузырки, крепите. Он действительно хочет помочь. Чем? Они и так без него справятся. Впереди здесь, да. Пусть попаешься на себя. Значит, не верите в его раскаяние. Еще давай. Пусть не входит. Пусть не входит. Не нам решать его судьбу. А жаль. Давай, опускай, опускай. А второй гад, как мне в глотку вцепиться, я думал, у меня глаза выскочат. Хорошо, Егоров его сзади приложил. А топ кранты мне. Я, а сам. Эх. Спасибо. Что ж, Мамвар сделала свое дело. Не понимаю только, зачем меня сюда притащили. Все равно вон. Никто не доверяет. А ты думал, что тебя на руках здесь носить будут? Ну, так и оставили бы меня в лагере. Или пристрелили бы. Все, трибунал уменьши работы. Перестань. Без твоей помощи здесь ничего не было. Думаешь, зачтется? Вместо вышака 10 лет дадут. Ты еще скажи, что ждать меня будешь. Глядишь, раз плачусь. Никто не заставлял тебя сдаваться и работать на этой чертовой плотине. И уж точно никто, кроме тебя, меня не виноват. Поэтому возьми себя в руки. Ну, конечно, конечно. Ты-то здесь своя. Тебе проще? Это мне проще. У меня за линией фронта сын и мать. А я здесь, с тобой. Только мне за них страшнее, чем за себя. Потому что я жена предателя. Это, по-твоему, проще? Это невозможно, господин полковник. Вы должны нас понять. Немецкие законы весьма суровы. Если мы согласимся с вами сотрудничать, нас обвинят в предательстве. Наши семьи лишатся пособия. В этом году моей матери исполнится 70. Она уже не может работать, как раньше. Без пособия ей будет очень тяжело. Вот, взгляните, это моя мать. Я не могу с ней так поступить. Товарищ полковник, будет сеанс или нет? А то пять минут осталось. Законы у вас строгие. Семьи пособия лишатся. А о наших... А о наших семьях кто позаботится? А о наших матерях ты подумал? Звали вас сюда! Я спрашиваю, звали! Все в порядке? Так точно, господин полковник. Так-то лучше будет. Значит, получается, что сеанс связи прошел вовремя, и никакого сигнала тревоги не поступало, верно? Хорошо. Я сделал все, что вы хотели. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Обязательно. Но только после того, как все закончим. По всей видимости, сейчас вам перезвонят по полевой связи и запросят подтверждение последнего сеанса. Свяжитесь с дежурным офицером и спросите точное время сеанса. Вы имеете в виду на плотине? Ну, конечно. 742! 742! Холите дежурного офицера к телефону! Срочно! Делайте, что он говорит. Гауптман. Гауптман Вебер. Гауптман Вебер. Так точно. Значит, никакой подозрительной активности вы не заметили. Хорошо. С этого момента вы будете докладывать мне лично каждые 30 минут. Что мы будем делать? Мы... Шульц. Господин штандартенфюрер. Никак нет. Операция еще не закончена. Да, пока все идет по плану. Слушаюсь. Немедленно выслать к плотине тревожную группу охранного батальона СС. Они должны причесать весь лес в районе плотины. Слушаюсь, господин штандартенфюрер. Продолжение следует... Прости меня за этот срыв. Угу. У всех и так нервы на пределе. А этот со своим шкурным интересом. Простят, не простят. Расстреляют, не расстреляют. Ты... Ты тоже. Я простила. Кажется, что-то случилось. Товарищ полковник, немцы со стороны леса. Хорошо. Всем приготовиться! По местам! Давай. Сколько их? Примерно полсотни. В трех километрах от нас. СС. Думаю, минут через двадцать будут здесь. Судя по маневру, они не подозревают, что плотина захвачена. Скажу ребятам, чтобы прекратили работу. Жалко. Много времени потеряем. А если бой затянется, вообще не успеем. Надо покончить с ними максимально быстро. Для этого нужно подпустить их как можно ближе. Ну, как это сделать? Там же тоже не дураки. Я знаю как. Можно у вас, товарищ полковник? Может, вы объясните, что вы задумали? Да так. Маленькая военная хитрость. Это очень опасно. Да что вы, барышня. Не опаснее, чем на каруселях в парке кататься. Все будет хорошо. Немцы. По местам. Ну что, Вебер? Вы все поняли? Да, я все понял. Но я прошу вас учесть, что это СС. И я не могу им приказывать. Вебер, а вы не приказывайте. Вы попросите. Только очень убедительно. Потом вы можете быть свободны. На год. Ладно. Начальник дежурной смены Гаупт Мангебер. Хорошо, что вы прибыли так быстро. Быстро? А вы что, давали сигнал о помощи? Нет, я всего лишь сообщил, что в лесу на той стороне замечено подозрительное движение. Что вы говорите? Да. А мне ничего про это неизвестно. Как давно вы это сообщили? Около 10 минут назад. Видимо, ваше сообщение пришло уже после того, как мы выехали. Вы посылали разведку? Нет. Это не входит в мои обязанности. Но, возможно, это связано с работами, которые в данный момент ведутся на плотине. Что за работы? Это гидротехнические работы, господин офицер. Я думал, что вас проинформировали. Может, вы проверите, что там? Или хотя бы усилите охрану на время работы, если не горите желанием идти в лес? Что вы говорите? Как интересно. Мы не боимся, господин Гауптман. Это принцип СС. Я думал, вы знаете. Быстро прочешите лес. А в случае чего? Вы прикройте нас? Да, конечно. Разумеется. Глаз? Давайте. Смотри. Привет. Привет. Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, Слава Богу. Господин Штумбанфюрер. Только что сообщили, что огневой контакт в районе плотины длился не более двух минут. То есть можно предположить, что группа попала в засаду и была уничтожена, а объект захвачен. В смысле? И у нас нет связи с плотиной. Что значит нет связи? Что с тревожной группой? Что? То же самое. Молчат. Всем группам Вайс выдвинутся к плотине. Быстро. Я выезжаю немедленно. Давайте машину. Так точно. Оба лейтенант Кемке? Кемке, это Шульц. Скажите, вы уверены, что в случае прорыва плотины нашему аэродрому ничего не угрожает? Есть подозрение, что Жихарев ошибся в своих расчетах. Исключено. Все расчеты были перепроверены и утверждены в штабе инженерных войск. Я уверен, что там все в порядке. Скажите, а что, собственно, случилось? Пока ничего. Но на всякий случай прикажите держать все самолеты в полной готовности к вылету. Быстро. Машина готова. Господин Шульц. Я прошу прощения, но мне кажется, нам стоит срочно запросить дополнительную помощь. Пока она прибудет, от плотины ничего не останется. Камня на камне. А сил у нас и так хватит. Понимаете? Вы точно так же знаете, как и я, что нам нужно доложить об этом руководству. Вы же уже доложили. Доложили же. Вы уже доложили. Доложили уже. Доложили. Вы свободны, Вибер. Если хотите, могу организовать вам боевое ранение. Недостоверности. Да нет, спасибо. Надеюсь, вы не будете стрелять мне в спину. Немцы начнут атаковать без разведки сходу, потому что времени у них мало. Предлагаю вот здесь на опушке поставить пулеметный расчет. Когда нам совсем тяжело будет, чтобы ударили с фланга. Возьму Сливанова и Дакуева. Добро. А если с двух сторон зайдут? Может и зайдут. Отправим туда оптирых бойцов с пулеметом. К тому же они могут вести огонь из той стороны. Сгодится. Ну, а тебе надо руку на пульте держать. Согласен. Стоять! Гауптман Вебер. Плотина захвачена русскими диверсантами. Тревожная группа охранного батальона СС уничтожена. Сколько их? Примерно сорок человек. В данный момент они проводят минирование объекта. С ними русский инженер Жихарев. А почему вы еще живы? Что вы можете не отвечать? Мне и так все ясно. Я прошу вас, дайте мне возможность кровью искупить свою вину. Кровью? Так точно. Не вопрос. Может быть, трофей возьмете? Хорошая машинка и лупит знатно. Нет, спасибо. Я к этому вот так привыкла. Ну, как хотите. Эй, ты о чем думаешь? Да так, ко всякому. Всем приготовиться! Огонь по моей команде! Господин Штумфюрер, вы звали? Передавайте всем. Мы начинаем атаковать и атакуем непрерывно. Пленных выбрать не будем. Всех трусов вы можете расстреливать прямо на месте. Приготовиться. Господин Штумфюрер, мы даже разведку местности не провели. На это нет времени. Если я не взову плотину, я не даю за нашей жизни даже паршивого фенинга. Кстати, первый, кто прорвется, получит железный крест. Первого класса. Вперед. Субави. Что более будет? Как говорит полковник, поедет не числом, Коля, а умением. Ну, слава тебе, Господи. А то все гудков да гудков. Огонь! 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 Сейчас они огонь перенесут, иначе своих зацепят. Хайнцер, огонь в сторону плотины, понятно? Вперед! Дебилы. Давай, ребята, еще чуть-чуть! У меня патрон заклинил! Дай сюда! Нафиг! Да брось ты ее, твою ж мать! Отряд, за мной! Быстро! Давай, Сергей Иванович! Давай! Дай богатушу! Трое за мной! Остальные продолжают держать огонь, пока мы не займем плотину. Быстро! Да! Примегли, сволочи! Не нравятся! Командир, пока они не очухались, надо уходить! Добро! Отходим! Догое вперед! Давай, пока ты! А мы прикроем! Давай, давай! Там Петр! А кто на подрыве? Я не знаю. Беги! Беги, подстрахуешь! Я не сумею! Да там нечего уметь! Просто крутишь ручку и рвешь! Давай, давай, беги! Трое за мной! Трое за мной, на ночь! Криво! Криво уходи, мичман! Патроны покачиваются! Трое за мной! Утрини, во! Дэк! Черт! Беги! Вставайте, трусы проклятые! В атаку! Вперёд! Чёрт за тебя пошли, сука! Вперёд! Вперёд, революция! Вперёд! 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 Гранаты! Не боись! Она же ручная! Патроны есть? Нет. Надо отходить. Сигнала нет! Патроны есть! Стопись! 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 Значит, не закончили. Туй на ту сторону. Скажи больше десяти минут. Не продержимся, я прикрою. Пошел давай! Давай, 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 давай! Давай, давай! Давай, давай! Пора! Скажи, стопись! Скажи, стопись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, чуть-чуть. Давай, иди сюда. Успели! Все. Отвоевался. Девчонки, а ты как? Так, у меня есть для них подарок. Прощай, командир. Артур, от команды! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не стойте, как истуканы. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Давай, рви, бать мой, рви! Сюда! 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 Ну, чего ты ждёшь-то, рви! Что вас, ваша мать?! Не в этот раз! Давай сюда! Куда?! Куда, мать твою?! Куда?! Готово! Готово! Взрывай! 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 Кидай вам! Взрывай! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ведь понял, почему ты тогда не смог. Говорил, что себя пожалел, струсил. Ну, теперь ясно. Ерунда это все. Ты уж прости, что все так обернулся. Вроде как пообещал, что беречь ее буду. А оно вам как вышло. Я в лакуши сделала. Теперь паре легче будет. Это все ты затеяла. Я сама разберусь. Ты главное направление показывай. Да вдвоем нам не выбраться. Отставить разговор. Залезай. Давай. Помочь? Я сам. Со своей волокушей. Готовь. Дура. Упертая баба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впереди будут еще четыре долгих кровавых года Эта страшная война унесет миллионы жизней советских людей Дорогой ценой удалось сломить и остановить фашистов И одержать великую победу После освобождения Алипова от фашистских захватчиков Вера Жихарева вернулась в город Участвовала в его восстановлении И растила сына Петр Стрельченко не дожил до победы несколько дней И погиб при взятии Берлина Мы всегда будем помнить о подвигах тех, кто отстоял нашу родину И дал нам возможность жить Вечная память героям Павшим и живым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok